Здорово, Ован. Здорово. Ты в Курсарше? Сегодня у нас первый день влога. Да, это очень радует, кстати. Короче, меня уже успели развести. Пришел я в гараж, пацаны говорят, типа, ну, в общем, аккум, чувак купил на Газель, которую мы сейчас строим, уже достроили, со штатов он заказал аккум за 200 баксов, гелевый аккум. Ну, чувак мне вчера подходит, ну, маляр подходит, Лёха говорит, бля, Ован, дай, пожалуйста, аккум, потому что, ну, запустить движок не могу реально, холодно. Сел аккум, дай завтра привезу. Ну, говорю, да, типа, ну, сначала сказал, да, не, он дорого стоит, ты что, не гони, короче. Здорово, Лёха. Да, кстати, вот, вот, чувак, который меня только что развел, да. Я говорю, я прихожу, он такой стоит, не переодетый, и с кофе, и такое лицо серьезное, говорю, Лёха, что ты аккум привез? Он такой, нету аккума. Я говорю, в смысле, деду? И он такой, спиздили, типа. Я говорю, блядь, в смысле, спиздили? Чувак должен сегодня Газель, сегодня-завтра Газель отдавать, должен приехать, аккум должен стоять. Там я выварил, короче, в Газели полочку под него, вот, чисто под него там все, провода, потому что там полюсовка специальная. Вот, не любой аккум тут достанет. Я говорю, как, типа, 200 баксов, блин, я не буду, короче, отдавать. Он такой, блядь, ну, ну, бывает, пиздец. Я говорю, пиздец, не гони, что в натуре. Говорит, ну, пойди вон в тачку, посмотри, нету аккума, блядь. Я думаю, ебать. Здорово. Как дела? Что делаешь? Ничего. Смотри, вот покрытие. И что там? Ничего, да я ушел. Вот, кстати, ребята, вот вот эта вот Газель, которую вот сейчас я заканчиваю, мы ее снимали уже очень долго, реально я просто не успеваю, потому что я делаю, делаю, я под вечер только становлюсь ее делать. У меня реально нету времени. И уже она уже на финише. В общем, вот как раз аккум, вот полочка под аккум, которую я говорил, я уже тут все закончил, я надеюсь, что через день, может быть, максимум два, уже эта Газель выйдет. И мы будем на ней дрифтовать и все такое. А что сегодня будем делать? Сегодня я хочу закончить Газель. Короче, во вторник, это субботник. Рядом его нету. Я понял, когда вы с ним последний раз видели и сообщались? С Мерзликиным? Года два, наверное, или три назад. То есть, когда кредит оформлялся, правильно? Кредит? Какой кредит? Вот тебе банк. Ну, а я при чем? Ну, при том, что вы платежеспособность этого человека подпишет на записи разога. Когда вам звонил сотрудник банка. Какую платежеспособность? Ну, о чем вообще? Мы два разных человека. Ну, а я при чем? Мне звонил... Ну, пускай вызывают. Только я не знаю, как это вообще получилось, если человек... До свидания. Ну, знаете. Коллектор уже, ты понял, уже коллектор. А я при чем? Короче, с чуваком работал когда-то давным-давно. В автосервисе. Вот. И этот тип взял кредит и, наверное, мои данные там оставил. Вот это жесть вообще какая-то. Здорово, пацаны. Здорово. Что у вас тут? Работа кипит? Что, я вам не мешаю. Если я мешаю, вы мне говорите. А ну, не мешай, блядь, вы ведете сюда. Да нет. Ну, я вообще вам говорю, чтобы вы не стеснялись. Вова, ну, это твой сап там стоит? Да. Да, там стоит уже и стоит. Он что, поедет когда-нибудь? Стоять! Это сложный вопрос, реально. Это очень сложный вопрос. Я не знаю, что с этим сапом делать, реально. Не, я то знаю, что с ним делать, но у меня нет времени. Так же, как и на все остальное. Люди уже переживают, где их машины. А мой сап уже стоит два года. По чуть-чуть, по чуть-чуть я его делаю. Короче, сап это сап, это такая штука, которой надо вот так вот внимание уделять. Уделять именно четко. Если ты делаешь сап, тебе не надо вообще ничем другим заниматься. Вот тебе должна быть чистый разум, такое все. Пить там только такие какие-то сорта чая какого-то крутого. Потому что если я буду его делать как говно, то он и поедет как говно. А так как таких машин вообще нету, реально. Ну вот, это САП-90, их выпустили всего лишь 25 тысяч. В Украине их, наверное, три или четыре всего лишь. И вот один у меня, который уже стоит три года, реально. Так, куда я... Блин, звонят. Алло. Алло. Алло, Володь, не скажешь, как там дела у вас? Так, кстати, забыл. Олег, с 99-й то, что ты стопак делал, понял? Так он уже давно стоит. Да не, не, сейчас другая фигня. Там надо снять радиатор и запаять его или заклеить. Будешь сейчас заниматься? Как я его, я там посмаскиваю, нет. Я этим, потому что я это не умею. Холодная сварка, холодная сварка. Короче, что ты сейчас делаешь? Ну, Газель у меня. Волга. Волга. Так, ну, в общем, в общем, что? Ну, пока сейчас не получится сделать. Получится давно? Ну, пока что нет. Ну, там надо, во-первых, сливать всю жидкость, запаивать, а потом все это дело ставить обратно. Ну, сейчас пока времени нет. Если терпится, давайте или под вечер, или завтра. А, завтра среда. Завтра среда? Да. Завтра не получится. Завтра не получится. Да, или сегодня под вечер позже, но хотя пока непонятно, если честно. Там будет, там еще куча машин у нас, вот, по-сего. Ну, там, смотри, под вечер я могу машину вообще вам оставить. Ну, я пока, пока не знаю, пока тут... А у вас сколько набрать? Лежит в трем. Да, ближе к вечеру, да, ближе к трем-то, да. Хорошо, давайте в трем на перу, и там уже будем как-то наговаривать. Да, хорошо. Снимайте все, подскажем, что там нужно делать, там, еще военного. Да, мы знаем, что мы не знаем, что там делать. Ну, все, ладно. Ну, и за одно этот постул уже поставили, тебе машину оставить. Хорошо, я понял. Ну, в три наберите. До свидания. Давайте, это бездача. Дай ледушку, все, спасибо, и уходите. Да, это одно, а я что-то туда... Ну, да, ушатаные, фуевые ключи. А что вы с ней делаете? С кем смажете, да? Блядь, спалим сейчас, нахуй, и хоть миллион просмотров получим. А, кстати, я вчера... Это вчера? Да, вчера. В общем, он попросил меня поставить краник. Вот, систему охлаждения поставил, сделал. Вот такая вот фигня получилась. Так, сейчас я... Да, вот так вот. Для наглядности, как-то, как-то... Сделаю вот так. Это пока на хомутиках висит. В общем, между двумя вот этими патрубочками стоит вот краник такой. Краник зачем? Если честно, я пока не знаю, зачем на зиму этот краник, но на лето он нужен будет. Но главное еще поставить один краник там, где-то возле печки. То есть, проблема в чем? Газели постоянно дуют горячим воздухом. Это не секрет. Краник печки не помогает. И нужно такой водопроводный краник поставить. Вот. Тут он перекрывается. Вот эти вот две... То есть, круг вот этот перекрывается и идет через печку тасол, чтобы тепло было. А когда лето, перекрыл тот краник на печку, а этот открыл. И вот циркуляция получается тасола мимо печки. Ну, вот такая вот система. Так как у нас тут движок тойотовский. Вот. Скоро, кстати, видос, надеюсь, выйдет полный, что я тут делал. Ну, вот. То тут вот такая вот байда получилась. Тут, конечно, воздуха, но так вот станет. Вот. Поверх этого всего. Красивенько тут все будет. Она убедит. А, кстати, вот еще по поводу дросселя. Дроссельные заслонки. Я тут приварил колесико от жигулевского стеклоподъемника. Ну, зашел в автомагазин, мне надо было комуты. Вижу, колесико лежит. Думаю, о, прикольное колесико. Взял колесико, приварил, приварил. И теперь тут такое... А, надо понажимать там. В общем, оно круто тут все функционирует. Вы хотели радиатор, да, заказать, правильно? Да, да, да. Такая машина. Так, ну, у меня по номеру есть уже этот радиатор. Я вот чисто его и хочу. В общем, да. Заказал я этот радиатор и жду. Реально, ну, чего я жду, непонятно, что я его не заказал. Я, наверное, опять же тупо удалил заказ свой, ну, как только что произошло. Ну, в общем, будем ждать, ставить, не знаю. Типа, дело мастера боится, блядь. Нет, такой, блядь, ни хуя не сделал, блядь, ни хуя не получается, блядь. Ты тут там приходишь, блядь, допускай, оно только все работает. Ты, блядь, думаешь, что с тобой хуёло было, блядь, такого в этой жизни? Не, у меня другая тема. У меня, допустим, глючит комп дома. Я приношу его к специалисту, ну, или там что-то не работает. Он, блядь, включает, у него все работает. У меня, блядь, вот часы, ты понял, с автоподзаводом. Типа трусишь, идет, потом смотрю, секундная стрелка, через каждые 10 секунд начинает останавливаться. Я их опять раз, на 10 секунд и останавливается. Но я их к мастеру пришел, мастер взял, труханул, все идет, блядь. Павел говорит, хуй его знает, все работает, блядь, что ты ко мне пришел, блядь, я такой, как, блядь, я два дня мучен, а никак не получается. Снова думаю, прихожу, блядь, ни хуй не работает, блядь. Ну, системик тупо не запускается. Я, блядь, снова к мастеру, снова все работает. Он такой взял, материнскую палату пошатал, ни хуй не заработал. Снова пошел, заработал, блядь. Там пизда была материнская палата, где-то там мально ездит, а что-то перемыкало. Я вот тут пока его нет в одну ставлю, где-то там ебнул, там ебнул, там ебнул, хуй не заработал. Мне с обратно снова ебнул, снова перестал. Так а что тут с пассатом, что он, поедет что ли? Да поедет, скоро поедет. Позаебал все, да? Ну, заебал уже, реально. Короче, раз уже такая тела пошла про Саб, опять тебя, видите, отвлекаюсь от газели, ну, капец какой-то. Вот, вот, вот движок Сабов. Вот он движок, запылился. Вот клапанная крышка снята у него. Тут уже все почищено, вон там толкатели, все. Блин, реально он стоит долго, капец. Вот тут это все, какая подкапотка Саба. Вакуумники, вот шурусы, вот коробка. Вот уже я дифференциал разобрал. Вот тут уже все поменял. Осталось только поставить вот прокладку железную, поставить. Кстати, вот это передок, то есть если открываете капот, это часть, этот клюв спереди. То есть тут стоит у вас маховик и сцепление. Сцепление гидравлика. Вот, то есть открываете капот, и у вас перед вами маховик такой крутится. Вы можете пропеллер туда. Ну, это же авиационные типы делали этот движок. Вы можете приколхозить туда этот лопастик и запускать движок вот так, врум, и он полетит. Реально. Ну, потому что Сабы, это вообще изначально они делали самолеты. Вот. И после Второй мировой войны, когда уже, ну, это я уже насмотрелся, вот. То я, в принципе, могу пересказать, что после того, как закончилась война, и, то есть, они уже не продавали самолеты, ну, незачем. То есть уже бизнес пошел вниз, и они решили делать машины. Машины у них были уникальными, потому что люди, инженеры, которые делали эти машины, по-моему, команда состояла что-то там из то ли 20 людей, может, меньше, и только три из них имели права. То есть они даже не знали, что они делают, реально. И вот по собственным соображениям они начали делать машины. Там какой-то Саб был, что он смазывается, у него система смазки, только когда нажимаешь педаль газа, а если это была горка или спуск, то ему надо было тормозить, и в это же время нажимать еще газ, чтобы двигатель смазывался. Ну, такие вот приколы были. Ну, вообще, Саб уникальная машина, вот. И я хочу поставить туда родной движок и хотя бы еще чуть-чуть покататься, потому что реально это, ну, крутая машина. А что, что, короче, 10 щенков и один из них белый. Это как? Короче, коричневые, серые и один белый. Это, наверное, какое-то было, не знаю, немецкая групповушка. Груповушка какая-то. Ты шо, не сдерживайся. Расходомер, а он дверь 200 стоит. Что, ради крышки твой покупать расходомер? Ты можешь? Пожалуйста. Я, бля, благодарен был бы пиздец тебе. Да. Вот все, что осталось от Саба, это выгоревшее место с надписью Саб 90. Вообще, в каталогах, я когда искал запчасти, еще давно на эту машину, даже в каталогах этой машины нету. А это не 80? Это 90, нету. О, да. Это 10 модели. Это переходная с 99-го Саба, но на 900-ый Саб. То есть, морда у него 99-го, задок у него 900 седан. А это получился спорт купе, наверное. Где эта хуйня стояла? Вот так вот. И все без всяких этих? Без всяких. Ничего не перепутал? Нет, вот так вот она стояла. А, вот эта типа ебать, о, сука, здесь система не... А там так же или нет? Да, там по цене у нас система. Ребята, а вот еще одна штука у нас есть. Вот, рейндж-бровер, это чувак, вообще, к нам часто заезжает, часто и такой клиент, и чуваков своих подтянул. Там и на Мерсах приезжают, и делаем мы машину. Короче, он уже без звонка, без ничего приехал, тупо машину... А, как? А, да-да-да. Он позвонил, говорит, чуваки, я к вам не доехал, у меня там что-то цокотело. Вот, ну, цокотело, цокотело, я к вам буквально вот недалеко не доехал, приедьте, притяните. Мы же взяли машину тут другую, притянули его, короче. Он говорит, я запустил движок, начал что-то цокотеть, и думаю, поеду я к вам. Вот, и вот буквально на перекрестке у него высветилась ошибка по давлению масла, и движок заглох. Приезжаем, а там он тупо на перекрестке, перекрыл движение, у него лужа там масла, вот. Ну, мы притянули машину, это уже ночью было. Короче, открываем капот, а там это V8, с правой стороны, такая большая, не знаю, тупо масло, вот так, и развержение масла, видно, что там такое пятно большое. Короче, вылетела у него вот такая вот штука. Изначально мы думали, что это, как это, редукционный клапан масляного насоса. Вот, изначально мы подумали. Короче, сейчас мы понимаем, что это вообще натяжитель цепи ГРМ, выскочил, выскочил, все масло вытекло, и вообще все, хана всему. Так как тут движок ПЭХовский, то могут быть проблемы. Вот. Во-первых, это клапана. Если натяжитель пошабашил, а это мы нашли на поддоне, то могла цепь тупо или перескочить, или как-то неправильно сработать, что могли погнуться клапана. Вот. Нужно. А так как это рейндж-ровер, тут вообще такая тема дебильная чуть-чуть. Чтобы добраться до чего-то на этой машине, я видел прикол, что вообще снимают тупо кузов, оставляют раму, оставляют раму, я не знаю пока, как мы это будем делать, оставляют голую раму и снимают кузов с рамы и добираются уже ко всему. Или вытягивают движок. Ну, тут очень сложно вытянуть движок. Короче. И пока не знаю, но надо внедрить обратно натяжитель и вообще поснимать клапанные крышки, посмотреть, что там с клапанами, или головки поснимать, не знаю. Ну, короче, сложно. А как оп позитивно сказать? Ну, в принципе, ты просто скажи, ты и так позитивный. Ну, оп. Я не знаю. Еще раз. Блин. Оп. Прошла к концу первая серия нашего нового влога. Надеюсь, что вам всем понравилось и будете смотреть и дальше. Самому мне, кстати, интересна эта идея, как она будет все развиваться. Надеюсь, что-то, ну, много всего нового и интересного увидите. Так что, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на наш канал, а мы будем снимать и дальше какие-то интересные материалы. Ну, на этом и все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok